Продюсер 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 реализовали больше 2200 разных проектов вместе. Это значит одну простую вещь, что мы на самом деле отстаем. Однако тренд на развитие какой-то у нас все-таки есть, и мы двигаемся вперед. Вот это вот результаты Deloitte. Сам я стал вообще и понял, что я изобретатель в тот момент, когда это слово прилипло ко мне в словах моих друзей. То есть они просто стали меня называть так, когда видели, как я принимаю решения в разных ситуациях. И это большое заблуждение, что изобретательность происходит в каких-то необычных ситуациях. Обычно это бывает очень часто. И началось это все с варенья организма, в котором я работал на самом деле. И продюсером, и изобретателем, и инженером я придумывал и реализовывал свои идеи. Собственно говоря, это и есть изобретательство. И варенье — это такое сообщество художников, дизайнеров, архитекторов, которые просто все страстно любят идеи и реализуют их. Однажды мы сделали, например, вот такой вот инсталляцию «Индекс любопытства». Нужно было засовывать туда пальцы в розетку. И, в общем-то, я выступил здесь и продюсером, и инженером, и промышленным дизайнером одновременно. В целом, я отвечал за производственные всякие вещи, и в этот момент я решил, что производство нужно оптимизировать, и придумал свое собственное изобретательское бюро, изобрело. И мы производим и делаем конструкторы, просто потому что, когда ты их производишь, на них можно сэкономить. А это польза всем, и производителям, и тем, кто получает эти конструкторы. Первый конструктор, который мы сделали, — это был конструктор камеры «Обскуры». И, на самом деле, он полностью сделан с помощью цифровых технологий. Он вырезан на лазерном станке. Но самое главное, я понял, когда произвел его и продал целый тираж. Я понял, что что-то нужно более масштабное, чтобы двигаться вперед. И в этот момент произошла необычная вещь. Да, я получил патент. На самом деле, в мейкерских сообществах, про которые я вам сейчас рассказываю, не принято хранить или как-то, ну, в общем, не делиться идеями. Но это не значит, что для каких-то формальных вещей ими нужно пренебрегать. И, соответственно, патент я получил, но все мои друзья и так знают, что на самом деле я придумал и на что этот патент. Это конструктор из карандашей, с помощью которого можно собирать абсолютно любые конструкции из обычных, совершенно обычных карандашей. Мне кажется, что это одна из самых лучших идей, которые у меня были за все время моей недолгой изобретательской деятельности. И сейчас я занят тем, что решаю, как ее масштабировать и как ее запускать в производство. Если честно, хочется верить, что таких энтузиастов, как я, будет больше, потому что вся инфраструктура для этого есть. За границей и за пределами России это называется фаблабами, мейкерспейсами, техшопами. В России есть аналог этот СМИД, Центр молодежного инновационного творчества. Особенность этого творчества от всех предыдущих в том, что теперь самое важное не наши золотые руки и наше мастерство пользования этими золотыми руками, да, а умение пользоваться компьютером, специализированным ПО и потом загрузка этого всего в специальные станки. 3D принтеры, лазерные резчики, фрезерные резчики и так далее. Вот, например, проект, который сделал фаблаб Миссис вместе с студентками Мархип, Полиной и Женей. Они вырезают отличные украшения из пластика на лазерном станке. Монотехнология, и при этом называется это все монолама, как вы понимаете. Или, например, отличная команда ребят, Playtronic, они делают такой детский перформанс, интерактивный воркшоп. Они решили вместе с фаблабом Майми разработать специальный звуковой карандаш, с помощью которого можно, в общем-то, рисовать и потом проигрывать то, что ты нарисовал. Другие примеры из другой отрасли, из других стран. Вот, например, химик, не помню, как его зовут, а, Кенжи Йошина. Он задумался о том, что он хочет сделать микроскоп, и вот он сделал сам микроскоп с помощью смартфона и лазерной указки. Я думаю, что все компоненты, которые здесь есть, он либо вырезал, опять-таки, на лазерном или фрезерном станке, а все остальное купил. Ну и, конечно, хит вот этой всей истории. Это Колин Фурзе, это бывший сантехник, который разрабатывает самые безумные штуки у себя дома, собирает их и летает на них. Вот вы видите, чувак сам в гараже сделал хавербайк. Это немножко не цифровое производство, конечно, но, тем не менее, это мейкерство. И, если честно, мне кажется, что будет такими темпами, скоро, наверное, будет все больше и больше разных людей, которые вместо того, чтобы сидеть в барах и в социальных сетках, будут собирать свои устройства, реализовывать свои мысли и, может быть, там делать каких-то роботов и, в общем-то, двигаться вперед. И, на самом деле, я не знаю вообще, будет ли у нас больше Илонов Масков от этого, но мне кажется, что реально будет намного больше реализованных, самореализованных и счастливых людей. Ура! У тебя тоже осталось еще несколько секунд, но, тем не менее, мы готовы переходить к вопросам, судя по всему, чтобы не затягивать время. Друзья, давайте постараемся их задавать короткими, четкими. Вот я вижу уже первую руку, а может быть, есть еще где-то. Ну, в общем, у кого микрофон, задавайте вопрос. Добрый день. Я здесь, с другой стороны. Да, здрасте. Спасибо большое за презентацию. Вопрос такой. Поколение в настоящий момент – это поколение мечтателей. Мы очень много придумываем идей, но в момент реализации возникает вопрос. А что же делать? Или скорее это откладывается? Ну, вот когда-нибудь я обязательно начну. Вопрос. В чем же секрет, чтобы взять и все-таки мечты начинать собирать и переводить в какую-то реальность? Ну, вы знаете, это довольно хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что, во-первых, а, секрета никакого нет. Во-вторых, б, секрет в том, что есть мечтатели, и, может быть, им лучше вообще оставаться мечтателями. Но есть те, люди, которых мечты на самом деле не устраивают. И, видимо, секрет в том, чтобы мечтатели соединились вот с этими вторыми людьми, которые готовы это как-то реализовывать. И, собственно говоря, вот в этом тандеме уже это можно как-то двигать дальше, вперед и достигать каких-то там, не знаю, задумок и всяких штук. Но к чему вся эта история? К тому, что сейчас реализовывать свои задумки и идеи стало намного, намного проще, чем даже, не знаю, там, 10 лет назад. Потому что даже те же самые мечтатели умеют пользоваться специальными программами. Наверняка они умеют пользоваться иллюстратором или еще чем-то. Зачастую этого уже достаточно, чтобы пользоваться вот этими всеми штуками. Второй вопрос. Где-то был по центру, да? Добрый день. Меня зовут Андрей. Я бы хотел задать такой вопрос. У вас уже большой опыт интересных проектов. Хотели бы вы с ними делиться с детьми, то есть с тем подрастающим поколением, со школьниками? И планируются ли у вас подобные проекты? Спасибо за вопрос. Ну, в общем, это не вопрос, хотел бы я или нет, потому что это уже происходит. В этой презентации я не стал об этом упоминать. Ты это нехотя, что ли, делаешь? Ну, почему нехотя? Я как бы просто это делаю, потому что это происходит. И все, это не такая история. На самом деле сейчас очень много у меня бывает таких штук, когда я провожу мастер-классы для детей. И, например, на прошлой неделе я участвовал в летней школе по робототехнике, как раз таки, как вы уже слышали, в которой я учил детей прототипировать. Мы изучали разные материалы, и, в общем-то, они там у меня что-то отливали из пластика. Ну, какие-то такие вещи делали. И в целом я на самом деле считаю, что как раз таки вот детям им лучше всего, потому что они почти 100% все это узнают, получат и научат этим пользоваться. Но вот те люди, которым стоит внимательно отнестись к этому всему, это, конечно, взрослые, потому что взрослые могут пропустить офигительно интересный тренд, и потом в какой-то момент окажется, что все вокруг умеют, а мы как-то что-то упс и нет. Мне кажется, это сейчас уже происходит, когда племянников встречаешь, ты понимаешь, что они уже умеют гораздо больше, чем ты, и чувствуешь себя немного неловко. Третий, последний вопрос. Где-то же есть он, да? Ну, поднимите руку и задайте. Да, вижу вот руку на задних рядах по центру. А, вон он. Окей. Там уже привет. День добрый. Подскажите, пожалуйста, какая экономическая составляющая изобретений в вашей жизни? Можно ли на этом вообще заработать? Ой, это отличный вопрос. Я думаю, что вы выиграли книжку только что. Ура! На самом деле, и буду с вами абсолютно честен, скорее всего, в изобретениях никакой экономической, вот у меня сейчас никакой экономической составляющей, вообще никакой прибыли в этом нет. И самая главная история здесь в том, что мы живем в такое время, когда само по себе изобретение не имеет, по сути, никакого значения. Я могу придумать все, что угодно, и это абсолютно ничего не значит. И мой патент, как вы все, наверное, догадываетесь, он на самом деле тоже ничего не значит, потому что любую идею можно скопировать. Вопрос здесь скорее в том, в какую бизнес-модель я это все облеку, как это будет работать, и какой сервис в итоге я вокруг этого выращу. И вот это уже можно будет считать каким-то косвенным, прибыльным, таким косвенным свидетельством того, что я на основе изобретения что-то заработал. Вот, то есть сейчас, и это, знаете, Герман Греф еще сказал недавно совсем, он сказал, что сейчас конкурируют уже не продукты, а бизнес-модели. И поэтому вот здесь как раз история именно об этом. Окей, ну ты уже определился с вопросом, за который ты хочешь подарить книжку. Держи свою книжку тоже держи, а микрофон давай мне. Спасибо тебе большое. Всем спасибо. Давайте еще раз поаплодируем Илье. Спасибо. 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 Спасибо.